Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня с вами роллы. Вы, наверное, по моему инстаграму уже это знаете. Здесь, значит, запеченные, Калифорния. Вот такие вот, я не знаю, как они называются. И значит, здесь у нас с вами охлаждающий напиток. И давайте приступим. Роллы большие, съесть все не смогу, но сколько смогу, столько и съем. Вот. Заказала у хорошей доставки, у нормальной доставки, нормальные, уважающие себя люди. Вот. И давайте приступим. Мне положили очень много имбиря, мне положили очень много васаби, даже три вот такие вот упаковки соуса, за что я безумно благодарна. Что касается, ребят, карантина. Я знаю, что всем уже надоело это слушать, но я просто сейчас смотрела видео, которое в инстаграме, вот, да. И там столько случаев, когда люди нарушают карантин и их ловят. И у меня просто один вопрос. Зачем нарушать карантин? Ну сказали, сидите дома. Ну посидите. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Обалдеть, как вкусно. У меня не получилось их выстроить в ряд, чтобы прям все красиво было. В общем, положила, как было удобно. Смотрите, какие огромные они. Макаем соус. Обожаю шапочкой. Сегодня смотрела кондиционера. Хотим в гостиную купить кондиционер. Когда девчонки пришли, мне реально настолько стыдно было, что у нас дома нет кондиционера. Вот, я думаю, взять в кредит или взять наличными. У меня, в принципе, есть возможность купить наличными. Но просто как-то мне жалко. Мне жалко отдавать столько денег. Поэтому пока что думаю. Мама говорит, что давай наличные возьмем и не будем запариваться. Как вкусно. Если вы знаете, где можно купить кондиционеры подешевле, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я просто полазила. Я поняла, что минимум мне нужно 700-800 долларов, чтобы купить кондиционер. В принципе, это немного. Но как-то жалко отдавать столько денег на кондиционер. Но это действительно нужная вещь. А еще сегодня мы идем в гости на день рождения к моему дяде. Я не знаю, я пойду или нет. По идее, у меня, знаете, куча материала, которые нужно смонтировать. Но мама уже ругается. Мама говорит, что вот постоянно сидишь дома, пилишь эти видео, сколько можно. Отдохни, сходим, развеешься. Огромные роллы. Здесь у нас рыбка, огурчик, сыр и еще шапочка. И давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Айка, ты вкладывала деньги в свой инстаграм, в развитие? На самом деле нет, ни копейки. У меня просто, по-моему, два раза был взаимный пиар. То есть мне писали страницы, у которых почти столько же просмотров, сколько и у меня. Знаете, сейчас на подписчики уже никто не обращает внимания. Самое главное – активность аудитории. То есть накрутить можно сколько угодно. Поэтому в первую очередь сейчас рекламодатели смотрят на активность. Я часто смотрю на страницы экс-участников Дома-2. И у них у всех, не знаю, там по 500-700 тысяч подписчиков, а лайков, не знаю, 4 тысячи. У меня на последней фотографии 8 тысяч лайков, даже, может, больше. И всего у меня 40 тысяч подписчиков. То есть еще рекламодатели смотрят на то, насколько тебя любит аудитория. Поэтому у них крайне редко бывает реклама, потому что редко у них кто-то покупает ее. Я не знаю, почему экс-участников Дома-2 так не любят, хотя Дома-2 все смотрят, а их все хают. Ой, господи, разваливается. А заходишь, например, к некоторым тиктокерам, у них там миллион подписчиков, к примеру, и 300 тысяч лайков. Естественно, рекламодатели будут выбирать тех людей, у которых больше лайков. Вот так вот, ребят. Можно, кстати, стать спонсором в каком-то гивэвэе и заработать, так скажем, себе подписчиков, но все-таки в большинстве случаев эти люди отписываются потом от вас. Ко мне переходит именно аудитория из Ютуба. Потому что у меня закрытый аккаунт. Я редко добавляю каких-то фейков. Например, у человека всего 3-4 подписки, я, Фатя, еще кто-то, и нет ни одной фотографии. Просто чисто человек заходит, вас оскорбить, не знаю, что-то негативное написать. Таких людей я не добавляю. Поэтому у меня закрытые, чтобы мимо проходящие люди просто не трепали мне нервы. Самое главное, чтобы вот эти 40 тысяч, которые у меня есть, это люди, которые меня любят, которые хотят меня смотреть, которым интересно мои истории. Они просто пишут какую-то гадость. У меня потом портится настроение, портится мотивация вообще что-то делать. Поэтому я как бы открывать свой аккаунт не собираюсь. Еще если у вас открытый аккаунт, вам могут накрутить подписчиков, а потом Инстаграм вас заблокирует. Айка, будешь ли ты опять делать реснички? Я сомневаюсь, ребята, потому что, не знаю, мне хочется делать красивый мейк в плане теней. А с ресничками у меня все тени осыпаются на реснички, потом это выглядит ужасно, потом это трудно все это вымывать, когда это все убираешь, убираются еще и тени. В общем, я предпочту какое-то время без ресничек. Следующий вопрос. Когда ты поняла, что ты хочешь стать ютубером? Я пыталась два раза. У меня был канал, когда я училась на первом курсе. У меня набирались подписчики, но канал был на азербайджанском языке, а этим языком я не владею в совершенстве, поэтому через какое-то время я поняла, что я не хочу, я закрыла этот канал, перестала снимать, а потом очень пожалела. Я когда начала снимать, мне мама сказала, что снимаю сразу на русском. А я ей сказала, что на русском языке очень большая конкуренция, поэтому лучше я буду снимать на азербайджанском. В то время на азербайджанском языке ютуберов было очень мало, и я думала, вот как раз можно будет быстро набрать аудиторию за счет того, что мало блогеров. Но учитывайте тот момент, что если мало блогеров, значит мало и зрителей. Я бы, например, сейчас открыла бы канал на английском языке, потому что больше всего людей, говорящих на английском языке, и вы можете набрать больше аудиторию. Но я ни в коем случае не жалею, что я открыла канал. Просто в то время это было очень глупо открывать на языке, на который ты плохо знаешь. В общем, получилось как получилось. Я ни о чем не жалею. Самое главное, что сейчас у меня все хорошо. Дела двигаются только вперед благодаря вам. Спасибо вам огромное за это. На этом все, ребят. Я уже наела. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. С вами была Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok